МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместитель председателя Ассоциации Советов многоквартирных домов Сарова Людмила Колотухина. И этому даже учат. Для тех, кто не боится броделу в свои руки, в нашем городе существует школа ответственного собственника. Людмила Иргалиевна, давайте начнем наш разговор с простого, и, может быть, даже глупого вопроса. Зачем? Зачем в городе появилась школа ответственного собственника? Какую нишу она призвана занять? Я хочу сказать, что школа ответственного собственника — это первый проект Ассоциации Советов многоквартирных домов, который был создан как юридическое лицо в феврале 2013 года. Первое занятие школы ответственного собственника состоялось 13 июля 2013 года. То есть скоро нам исполнится 6 лет. За это время мы многократно убедились в том, что данный проект востребован и необходим всем нам. Это не только место, где председатели Советов многоквартирных домов, члены Советов многоквартирных домов и активные граждане могут встретиться, обсудить проблемы, обменяться новостями, поделиться опытом. Но и место, где мы стараемся информировать друг друга о всех нормах действующего законодательства в сфере ЖКХ. И в настоящее время мы уже перешли от подготовки лекций самими активистами, а приглашаем к нам для выступлений различных специалистов в этой многообширной сфере ЖКХ. И, собственно говоря, мы должны поблагодарить всех их за то, что ни разу никто нам не отказал в нашей просьбе прийти и выступить на заданную тему. Людмила Галимовна, а для чего? Ведь вроде все просто с точки зрения обывателя. Приходит платежка, ты за нее платишь, все. Дальше твоя головная боль снимается. Ну, здесь надо войти, наверное, в историю и вспомнить о том, что когда-то мы, люди более старшего поколения, это прекрасно помнят и знают, все жили в квартирах, которые выделялись нам, нашим родителям на производстве. Это жилье было муниципальным. Но в новой современной России было принято решение о приватизации. И вот мы активно начали пользоваться своим правом приватизации, вслед за которым мы получали не только безвозмездно от государства, занимаемые нами квадратные метры жилой площади, но и получили право продавать, завещать, дарить свои жилые квадратные метры по своему усмотрению. Стали полноправными собственниками тех квартир, которые находятся в многоквартирных домах. Но, наверное, государственная пропагандистская система, информационно-просветительская, недостаточно четко сработала и объяснила нам, собственникам многоквартирных, собственникам квадратных метров в своих квартирах, что эта квартира не висит в воздухе, она не стоит где-то на хуторе, она находится в стенах и под крышей, и на фундаменте многоквартирного дома. И для того, чтобы в наших квартирах было светло, тепло, и в ванне текла как горячая, так и холодная вода, есть сложная инженерная коммуникация, есть крыша над нашими домами, есть подвалы со всеми коммуникациями, и наши лестничные площадки, входы в наши подъезды, это все общедомовое имущество. И вместе с получением права на нашу квартиру мы получили колоссальную ответственность за содержание общедомового имущества. И если мы с вами посмотрим на наши платежки, которые ежемесячно к нам приходят, то мы увидим в первой строке ничто иное, как затраты на содержание общедомового имущества. Самая загадочная статья. Это не затраты на содержание наших любимых квадратных метров в квартире, это затраты на содержание подвалов, крыш, фасадов домов и так далее. И мы вместе с этим правом получили определенную долю в этом общедомовом имуществе, которое пропорционально площади занимаемой нами квартиры. И поэтому любой многоквартирный дом сейчас я бы сравнила с большим колхозом. Что такое колхоз? Коллективное имущество. То есть ничье. Но в нашем-то колхозе под названием многоквартирного дома, который имеет конкретный адрес, улица, дом такой-то, есть конкретный перечень нашего общедомового имущества. И законодатель определил, какая доля этого общедомового имущества находится в моем ведении. И если это 2% от общедомового имущества, то соответственно, да, от общего содержания, от общих затрат на содержание общедомового имущества, я как собственник своей квартиры несу те самые 2% ответственности финансовой. Это и есть та самая первая строка в нашей платежке. И для многих граждан в настоящее время, особенно для пенсионеров или молодых семей, воспитывающих детей, доля этих затрат внутри семейного бюджета составляет немаленькую сумму. И мы только грешим на власть, что вот каждый год, два раза в год повышают тарифы, они растут, а мы никак не можем повлиять на это. Люди поставили перед фактом, вот вам ответственность, делайте, что хотите. Люди, не обладая ни знанием, ни опытом, и кто их мог научить? Дедушки, бабушки, которые всю жизнь прожили в муниципальном жилье. Они об этом просто забыли. Да, к сожалению, вот той школы принятия коллективных, коллегиальных и легальных решений по управлению общедомовым имуществом у нас, к сожалению, нет. Законодатель не мог нарушить эти основные принципы, и они четко прописаны в жилищном кодексе, где сказано, что только общее собрание собственников, а мне больше нравится слово со-собственник, потому что я собственник своих квадратных метров в своей квартире, и я распоряжаюсь ей по своему усмотрению. А вот все, что касается общедомового имущества, то я со-собственник этого домового имущества. И решение о том, когда, на какую сумму, что ремонтировать, мы должны принимать коллегиально, то есть на общем собрании собственников. Обеспечить эту коллегиальность очень сложно, потому что, я вот считаю, счастливчиками тех жителей, которые живут, допустим, в одноподъездном девятиэтажном доме, по крайней мере, шансов познакомиться со своими соседями у них гораздо больше, чем в доме, в котором живу я. 80 квартир, шесть подъездов, пять этажей, я живу, допустим, в первом подъезде и могу никогда не встретиться с жителем из шестого подъезда. Мы не ездим в одном лифте, не открываем одну дверь в подъезде, поэтому познакомиться с друг другом достаточно сложно, а если учесть, что наша жизнь изменяется, мы меняем квартиры, покупаем квартиры, переезжаем, уходим в мир иной, поэтому вот в домах многоквартирных, к сожалению, в отличие от западных проектов, не предусмотрены общие места места для проведения собраний. Собрания, что это такое? Это когда люди имеют возможность в назначенный день, час и время прийти в привычное для них место, удобно разместиться для обсуждения проблем и выработки общего решения. У нас только двор. А у нас только двор на пенечке, под грибочком, и то, учитывая наши климатические условия, это максимум шесть месяцев в году. Провести коллегиальное решение в 80-квартирном доме, где как минимум 120 сособственников, 120 людей должно выйти и пропорционально своей доле в общедомовом имуществе принять решение по тому или иному вопросу просто невозможно. Ужасно сложно. Людмила Иргалиевна, прежде чем люди выйдут на это собрание, хотя бы выйдут, они должны понимать, зачем. Вот что им даст грамотное управление думом? Ну, приведу совершенно простой пример. Городская администрация разрабатывает затраты на содержание и утверждает, согласовывает с Думой затраты на содержание общедомового имущества. Делает она это только потому, что сами собственники многоквартирных домов на общем собрании не приняли решение о размере затрат на содержание общедомового имущества. То есть, он для каждого дома может быть индивидуальным. В жилищном кодексе четко сказано, что затраты на содержание общедомового имущества для каждого дома устанавливаются индивидуально. И управляющая компания должна выйти с инициативой в адрес собственников многоквартирных домов и сказать, что мои услуги конкретно для содержания вашего общедомового имущества стоят столько-то, разложив их постатейно в соответствии с постановлением правительства, которое утверждает минимальный набор или перечень услуг, которые должна предоставлять жителям управляющая компания, если они выбрали такой способ управления. А вы как считаете, у нас в городе? Поскольку мы это не сделали, и я вот к своему стыду, являясь председателем Совета многоквартирного дома, до сих пор не решила этой задачки, то мы платим по тем нормативам, которые установлены в среднем по больнице. У нас в городе уже есть уникальный пример. Это дом по улице Шверника, 15-Б, который уже второй год осуществляет платежи на содержание общедомового имущества не по усредненным городским, а рассчитанным индивидуально для этого дома. Председателем Совета этого дома является подсезерцев Алексей Львович. Вот он у нас пионер и после грандиозной работы, которую он провел, собственники этого дома платят на 30% меньше, чем все остальные дома. Но вы представляете, Шверника, 15-Б, это три бастилии, А, Б и В, и вот средний из них платит на 30% меньше, чем два соседних дома. Абсолютно такие же. И абсолютно такие же. Но это произошло, потому что молодой энергичный председатель нашел в себе силы и возможности не только провести целый блок переговоров по расчетам размера затрат на содержание, но и организовал и провел то самое общее собрание собственников, соблюдя все необходимые требования по трем позициям коллективность, коллегиальность и легальность. И жители естественно его поддержали, поэтому они в своем семейном бюджете на порядка 500 рублей в месяц в настоящее время экономят. Правда вот никто из них спасибо по имеющейся у меня информации особенной председателю не говорит. И здесь я должна сказать, что любой председатель совета выполняет свои обязанности на добровольной основе, не получая ни копейки вознаграждения. Хотя жилищный кодекс предусматривает вознаграждение за работу председателя, но условие опять-таки одно. Должно состояться решение общего собрания собственников и собственники должны сказать, да, мы благодарны тебе, дорогой, что ты провел такую колоссальную работу, она стоит определенных средств, и мы готовы тебе по три копейки в месяц с каждой квартиры сброситься, вознагротив тебя там за труды. Вот этого пока у нас нет, поэтому все председатели советов многоквартирных домов у нас выполняют работу на общественных началах. А у нас есть уникальные председатели, такие как Татьяна Михайловна Игуменова, которая уже более десятка лет и днем, и ночью фактически работает как на основной работе, отвечая за содержание своего дома по Бессарабинка 11. Столько энергии, внимания к работе я вообще не видела, хотя вот еще необходимо наверное отметить такого человека, как Нина Николаевна Белянина. Пока что все они это исключение. Чтобы это стало правилом, должна появиться культура. А эту культуру призвано сформировать в том числе и школы. Хотя бы начала эту работу. У нас к сожалению осталось не так много времени. Давайте расскажем людям, где проходят занятия, какие знания можно получить и для всех ли открыт вход? Занятия школы ответственного собственника проходят у нас один раз в месяц. Каждый четвертый четверг месяца начало в 17 часов 30 минут занятия проходят на базе городской библиотеки имени Маяковского. Мы стараемся в СМИ давать эту информацию и как правило она начинается. Приглашаем всех активных граждан, членов советов многоквартирных домов, председателей советов на наши занятия. Давайте следующее сразу проанонсируем. Давайте следующее занятие у нас будет в очередной четвертый четверг апреля это 25 вот календаря у меня нет, мне легче всегда запоминать четвертый четверг апреля 17 часов у нас заявлена очень интересная тема, которая полезна для каждого гражданина. Называется она информация о ГИС государственной информационной системе ЖКХ. Это такой ценнейший источник информации в электронном виде, который расскажет нам, любому обывателю, все о нашем доме. И воспользоваться этим электронным ресурсом с одной стороны просто, а с другой стороны нужен опытный специалист, путеводитель, который бы сказал, в каком разделе данной информационной системе находится та или иная информация, как ей воспользоваться, как внести в нее данные, как в конце концов в электронном варианте, в режиме онлайн организовать и провести общее собрание собственников по принятию того или иного решения. Системы это наши уже это позволяют сделать, но нам надо учиться жить в новых информационных системах, они наши незаменимые друзья и помощники. И об этом мы будем слушать в очередной четверг на занятиях. Людмила Галина, как будет проходить занятие? Это лекция, а потом ответы на вопросы? Естественно, форма у нас абсолютно такая. Наше правило обязательно делать презентацию к любому занятию, потому что темы, которые мы освещаем, достаточно сложные и неоднозначные, они гораздо лучше воспринимаются любыми слушателями, если еще визуально отражены в виде презентации. Сейчас в среднем люди, которые ходят к вам на занятия, это представители старшего поколения или молодежь уже тоже начинает? Ну, наша организация выросла из управдомов, а образ управдома всем нам знаком, да, это такая боевая пенсионерка. у нас стали появляться молодые энергичные люди, которые хорошо владеют техникой, которые самодостаточны и в то же время энергичны, и я думаю, что с каждым днем вот этих молодых людей будет становиться все больше и больше, потому что речь идет об удовлетворении наших ключевых потребностей в содержании жилья. Это то, что напрямую влияет на наш ежемесячный бюджет, это то, что напрямую влияет на наши долгосрочные перспективы продажи, приобретения жилья и так далее. Поэтому каждый гражданин, каждый собственник жилья должен, как отче наш, знать основные принципы жилищного кодекса, которые позволят ему экономить личные средства в семейном бюджете. Людмила все-таки школа по формированию нового мышления, собственника, нового сознания, когда мы начнем осознавать и понимать, что только от нас зависят условия нашей жизни. Если не мы, то кто же? Никто за нас наши проблемы решать не будет. Но в данном случае сложность состоит в том, что если мы у себя в семье принимаем решение на двоих, троих, в зависимости от численности, когда приобретать новый телевизор или что? Телевизор или холодильник или автомобиль, то здесь, живя в этом большом колхозе под названием многоквартирный дом, мы должны научиться принимать коллегиальное решение со всеми своими соседями. И мы должны видеть в соседях самых близких родственников и друзей и знать их не только в лицо, но и по имени отчеству. Потому что крыша у нас одна независимо от того, на первом или на девятом этаже ты проживаешь. На этом время нашего эфира подошло к концу. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с заместителем председателя ассоциации Совета многоквартирных домов города Сарова Людмилой Колотухиной. Людмила Редактор субтитров Корректор А.